Я еще не выбрал свою профессию, но может быть я стану химиком, или лесником, или ветеринаром. Химик изучает разные вещества и делает эксперименты. Но химию мы еще не изучали, так что я могу изменить свое решение. Лесник, живя в лесу, в тишине и спокойствии, может завести себе трех-четырех собак разных пород. Он изучает лес и следит за ним, но, наверное, это очень трудно следить за большим лесом. Ветеринар работает с животными, лечит и спасает их, но для этого нужно много знать по биологии и медицине. На свете есть много разных профессий, и поэтому я еще не решился выбрать точно. Всем взрослым людям когда-нибудь придется найти свое место в жизни, выбрать профессию. Дети тоже пытаются это сделать, и я в том числе. Я с детства очень люблю играть в самолетики, и сейчас делаю модели самолетов, езжу с ними на соревнования. В прошлом году занял второе место. Вот я и решил стать авиаинженером. Авиаинженер придумывает самолеты. В этой профессии самое главное – точность, аккуратность и терпение. Ведь большие и настоящие самолеты строят с точностью до микрона. Микрон равен 0,01 мм. Мне очень нравится точность, нравится придумывать и делать новые конструкции самолетов. Самолеты – это вообще очень красиво. Однажды я посмотрела фильм про океаны. Мне он очень понравился, и после него я захотела стать океанологом. Я хочу следить за кораллами, выращивать их. Чтобы стать хорошим океанологом, нужно учить биологию, гидродинамику, биохимию. Океан многое дает человеку – работу, пищу, отдых. Большая часть людей ездит отдыхать на море летом. Но, к сожалению, мы, люди, не заботимся о морях и океанах. Не задумываемся о том, что обычный полиэтиленовый пакет, выброшенный в море, может убить десятки рыб или испортить целиком коралловые рифы. Я буду ухаживать за морем и его обитателями. В нашем мире профессии очень быстро изменяются. Одни чизают, а другие появляются. Возможно, в будущем исчезнут механические профессии, такие как водитель автомобиля, и будут развиваться профессии, имеющие отношение к продлению жизни человека и человеческим взаимоотношениям. Так как вся моя семья работает в области стоматологии, а пап – профессор в стоматологии, я с нее и начну. В будущем будет развиваться искусственное производство живых тканей и органов. И моя мечта – посадить человеку первый живой, но искусственный зуб. Так как человек будет жить все дольше и дольше, может быть и за сотню лет. А многие органы из-за этого будут выходить из строя, особенно зубы, которые будут выпадать. Медицина, на мой взгляд, хорошее направление в профессиональной карьере. Профессия, которую я бы хотела получить в будущем – врач-аллерголог. Большинство людей страдают аллергией, и хотелось бы им помочь. Но чтобы стать хорошим врачом-аллергологом, требуется терпение, аккуратность, творческий подход к делу, психологическая устойчивость и, конечно, сочувствие людям и доброжелательность. Чтобы стать хорошим врачом, в школе нужно как следует учить математику, биологию, химию, физику, английский и русский язык. Меня стала интересовать профессия режиссера-постановщика. Это очень ответственное и важное дело. Во-первых, нужно руководить большим коллективом, состоящим из актеров, сценаристов, кинооператоров, осветителей и других специалистов. Во-вторых, нужно большие, а главное, достоверные знания для объективного освещения событий, особенно на историческую тему. Сейчас начинает развиваться православное кино. Не знаю, смогу ли я стать режиссером, но мечтаю принять участие в постановке фильмов, посвященных жизни великих православных подвижников, таких как преподобный Сергий Радонежский, святой князь Дмитрий Донской, патриарх Гермоген. Такое кино очень нужно нам всем. Когда я вырасту, я хочу стать стоматологом, потому что хочу избавить людей от боли. Я не боюсь крови, а многие люди боятся и поэтому не могут быть врачами. Но надо же кому-то выполнять эту работу и лечить людей. Я думаю, я смогу стать зимовым врачом. Люди будут приходить ко мне с физической болью. Я их буду лечить, и они будут уходить от меня со счастливой улыбкой. Я точно не знаю, кем стану в будущем, но у меня есть два предположения. Первая профессия – археолог, потому что я люблю историю и все, что с ней связано. Я хотел бы сделать множество исторических открытий и найти затерянную Атлантиду. И еще работать в Пушкинском музее. Вторая профессия – дипломат. Я много занимаюсь английским и немного разбираюсь в политике. Поскольку мне трудно выбрать между двумя этими профессиями, я хочу заниматься каждой из них. Мне очень нравится профессия архитектора. Она очень древняя. В переводе с древнегреческого языка означает «главный плотник» – «строитель». Сегодня архитектор занимается разработкой макетов городов и поселков, проектированием домов, школ, реконструкцией старинных зданий. Архитектура – это искусство создания красивых сооружений. Следовательно, архитектор – своего рода художник, у которого должен быть развит вкус и чувство стиля, пространственное мышление. Для этой профессии необходимо здание по разным школьным предметам – по истории, по математике, по английскому и по рисованию. Я очень хочу стать архитектором. Мне нравится рисовать, чертить, проектировать, подбирать цветовую гамму. Надеюсь, у меня получится стать архитектором. Я очень хочу стать профессиональным фотографом. Эта работа очень интересная и очень творческая. Чтобы быть фотографом, нужно много знать о том, как устроен фотоаппарат, как с ним работать и как правильно фотографировать. Эта профессия похожа на профессию художника. Здесь нужен талант. Фотограф может много путешествовать, видеть новые интересные места. Сейчас фотографы своими современными камерами могут фиксировать все – жизнь людей, животных, архитектуру, морские и горные пейзажи. Меня это просто завораживает. Кем же можно стать? Я перебрал множество вариантов, и мне понравился только один. Я хочу стать писателем. И не просто писателем, а писателем-историком. Не думайте, что книги, связанные с историей, скучные. Есть очень интересные художественные повести. Идея стать писателем мне пришла после прочтения очень интересных книг монаха Варнавы, Евгений Санин, и Дуновы, Божий суд и других. Еще я хочу стать писателем, потому что мне нравится работать одному. Возможно, в будущем. Я поменяю свое мнение. Но сейчас при работе в группе мне трудно найти вдохновение. Я не знаю, кем стану, когда вырасту. Но пока думаю, что стану мамой и буду расти детей. Некоторые люди утверждают, что если женщина не работает, а сидит дома с детьми, она ничего не делает. Но я с ним не согласна. Профессия мамы вмещает в себя множество других профессий. Педагог, музыкант, художник, логопед, педиатр, дизайнер, психолог, повар и еще многие-многие другие. Я хочу стать мамой, потому что очень люблю детей. Мне кажется, проживать жизнь со своим ребенком – это счастье. наблюдать за тем, как он развивается, учится, как раскрываются качества его души. Я думаю, быть мамой – главное призвание женщины. Школа будущего. Огромный небоскреб, окруженный спортивными площадками, на которые дети будут выбегать на переменах. В школьной столовой вдоль столовой будут ходить официанты и давать каждому на десерт по мороженому. В школе будущего будет онлайн-обучение. Но это не значит, что ты будешь изучать какую-либо тему один на один с учителем через компьютер. У тебя тоже будут друзья, как и сейчас, только электронные друзья, электронный класс. Записки от друзей ты будешь получать в виде сообщений, а не на листочках, вырванных из тетрадки. Только уже никто не скажет дай ручку или какие классные у тебя маркеры. Ты не увидишь чернильную подпись учителя в дневнике, не почувствуешь на пальцах следы от мела. Мне кажется, в школе будущего ученики будут не только учиться, но и жить здесь. В школьном доме пять этажей, между которыми ученики передвигаются на лифтах. На минус первом этаже большая игровая для всех. На первом вход в школу и гардеробная. На втором этаже спальни, а на третьем классы. На четвертом этаже большая библиотека и астрономический кабинет с большим балконом и телескопом. Какая она, школа будущего? Думаю, с течением времени школа может развиваться в две стороны. Либо она станет еще строже, учителя за каждую ошибку будут ставить двойку, либо все будет наоборот. Система отметок тоже поменяется, она станет 100 балльно. Уроки будут гораздо короче, но и перемены будут по 2-3 минуты. Станет больше новых предметов и учиться будет сложнее. Но кто знает, может быть, и люди станут умнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова